Российские производители автомобилей, которые ранее инвестировали в сборку своих машин на территории Казахстана, могут полностью остановить все свои площадки. На окончательное решение будет влиять исполнение поручения президента страны Касым Жамар Татакаева, который планирует пересмотреть ставки утилизационного сбора на автомобили. Мера позволяет защищать локальные производства от импорта. Сегодня автомобили Lada и Uaz собирают на заводе Сарыарка Автопром в Кастаная, машины ГАЗ и Урал, на предприятии СемАЗ в Семипалатинске, а у КамАЗа есть собственная сборочная площадка в Акмолинской области. Производители опасаются, что в случае отмены у Тильсбора цены на автомобили местного производства и импорта сравняются. При этом затраты на доставку и сборку машинокомплектов по-прежнему будут включены в себестоимость машин. В результате цены на локально собранную продукцию окажутся выше, чем на везенную. Напомним, в начале января в Казахстане прошла волна протестов из-за высоких цен на автомобильное топливо. В результату глава государства поручил передать функции оператора утилизационных платежей государственной компании вместо частной оператор РОП, а сами ставки сбора пересмотреть. Ожидается, что они будут утверждены до конца февраля 2022 года. Утилизационный сбор в стране взымается с 2016 года. Базовая ставка составляет 153 150 тенге 27,5 тысяч рублей. Для получения окончательного расчета ее умножают на коэффициент. Для легковых автомобилей он составляет от 3 до 23 в зависимости от объема двигателя, для грузовиков от 7 до 41, а зависит он от полной массы техники.